Гимн России и поздравления от директора ядерного центра и председателя территориальной избирательной комиссии. Сразу же после обновленный депутатский корпус приступил к рассмотрению повестки, центральное место в которой занимали вопросы о внесении изменений в регламент Думы и утверждение положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Напомним, в ноябре Саров переходит на одноглавую систему управления. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе. Мы это подчеркиваем, потому что на сегодня без альтернативного основа не предусмотрено произбрание главы города. В конкурсную комиссию по отбору кандидатов будет входить 9 человек. Три депутата городской думы, три представителя будут направлены губернатором Нижегородской области и еще три от госкорпорации Росатом. Правом выдвигать кандидатов на должность главы города является только перечень закрытой по региональному закону. Губернатор Нижегородской области, объединение депутатские фракции в городской думе. Депутаты городской думы не менее одной трети от численности. То есть у нас это 34 на 12 человек могут выдвинуть своим решением, предложением кандидатов. Это политические партии и иные общественные организации. По сравнению с прошлым выдвижением пятилетней давности, сейчас не предусмотрено выдвижение, самовыдвижение. Невозможность самовыдвиженцам участвовать в конкурсе на должность главы муниципалитета вызвала жаркие споры среди депутатов. То есть самовыдвижение ограничений, на самом деле, противоречит директораменту главы муниципалитета, поскольку ограничивает права граждан на выдвижение на различные выборные города. В принципе и Конституции 19 статьёй 2 права граждан установлены, в том числе и быть избранными. То есть что все равны в равных правах. В данном случае ещё и 131 закон именно нам права даёт устанавливать порядок работы проведения конкурса. И там нет никаких ограничений по тому, кто имеет право участвовать в конкурсе. Сегодняшний проект решения, то положение, которое предложено, прошло юридическую экспертизу. Есть человек, который абсолютно точно отвечает за то, что там написано. Это руководитель аппарата городской думы. Все проекты решения, чтобы тоже депутаты, кто вновь избран, они отсылаются в прокуратуру города Сарова. В прокуратуре тоже эти проекты решения смотрят. И нет сегодня, насколько я понимаю, никаких замечаний оттуда. После активных обсуждений положение о порядке проведения конкурса утвердили большинством голосов. Приём документов от кандидатов на должность главы города стартует 1 октября и продолжится до 29 октября. Голосование будет открытым. Претенденту для победы нужно будет набрать 18 голосов депутатов. Елена Грыцкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей САРУ-24.